Я вернулся, слышно, видно, так, все окей, да, замечательно все, зашел, вышел, как всегда, да, слайдов нет, я выходил полностью, сейчас вернулся, окей, все, ну, я раз, что все решилось, спасибо за реакцию, сейчас, одну секунду, периметаем и найдем. Есть картикали, нужные разные виды трафика, даже сильно рассказывать не буду, сейчас перемотаю, секунду, у меня там второй ноутбук, что-то голос подает. Добулирующая запись, создают ревибрацию. Для мейла и браузера хиггер, в принципе, 3G мобильный трафик, чаще и лучше себя показывают результаты, но опять же, для разных стран. Для больших ап, обозначено Wi-Fi, в России до полтинника на 3G можно крутиться, и на города, и на деревне, потому что везде сейчас 3G активно прокладывают, и 4G ставят, то есть, в общем, так что без проблем. Большие объемы, до 100 мегабайт, имеют браться за приложения, за игры, выше уже сложно, люди ставят супер-монстры, которые 500, 600, 700 метров, вообще практически нереально. То есть, ребят открутил Hearthstone, там 700 мегабайт, на Android и на iPhone, на смартфон именно недавно выпустили его, я могу сказать, что это, конечно, жизнь, я сам себе ставил, это часа полтора, и то, причем прерывалось, а потом заново ставил, в общем, на новый хороший мощный смартфон, еле-еле поставил, то потому что сильно хотел. Так что крутить такие вещи, я не знаю, тяжело, конечно. Так что здесь, думаю, понятно. Полтинник 3G, до 100 мегабайтов Wi-Fi, выше нафиг. Ну, протестирую чуть-чуть, слить немножко трафика, ограниченное и все. Зайдинг отдал на 3G, нормально идут, не знаю почему, вот. Там они идут хорошо. Подписки, большинство подписок живут именно на операторском трафике. Иногда некоторые варианты из них, вот это у нас звуки за окном, местная молодежь иногда катается на скутерах безвыхлопных труб. Некоторые подписки могут быть и на Wi-Fi трафике. Под него адаптированы, никаким образом они работают. Давайте с вами поговорим про работу с конкретными вертикалями. Самыми такими сложными, многими непонятными. Это все-таки подписки через SMS, мобильный контент, пин-сабиты, так называемые. Какие у них бывают флоу описанные, то есть виды конверсии. То есть, очень часто самое распространенное, которое вам многим известно, это one-click billing. Когда списывание денег с человеком, либо подписка на регулярное списывание денег происходит в один клик, в одну нажатие, в один тап по экрану. В России это известно понятие вап-клик, а на самом деле это как раз таки one-click billing. То есть, технический расклад, как это происходит. Человек под операторским трафиком, не под Wi-Fi, заходит на LAND, где есть уже код оператора внедренный, который определяет номер телефона, вытягивает и имитирует подтверждение. Если человек нажимает ОК, он тем самым дает команду своему телефону подтвердить все его номера, подтверждая, что он согласен на подписку. То есть, его номер уже определяется. Это как раз таки one-click billing, либо его небольшая разновидность, two-click billing. Когда человек нажимает подписаться на кнопку ОК, скачать, установить, посмотреть, да, я согласен, потратил свои бабки, все. Нажимает, там появляется еще такое всплывающее окошечко, где там, да, я точно согласен, нужно галочку нажать, подтверждающую. То есть, в принципе, периодически бывает, что какой-то оффер крутился на one-click, потом, смотрим, пришел регулятор, дал всем по голове за жесть, и у оффера появляется two-click billing, пойдет просадка. Но это значит, что нужно еще больше нажестить. Но не нужно, что более сильная заинтересованность в чеке, позволит CR вернуть на место. Обычно в таких случаях выплата повышается, и так далее. То есть, one-click, two-click billing, они идентичны, просто там two-click, дополнительный шаг, который снижает конверсию. То есть, внимательно читаем описание flow в описании оффера. При необходимости идем, смотрим, если нет приленда, просим показать скриншоты, и понимаем о том, что очень часто в описаниях офферов flow, именно то есть вид конверсии, может быть, описан неправильно. Потому что описание делают люди, копипастят люди, мальчики, девочки, менеджеры, очень часто неграмотные, могут ошибаться, особенно там какая-то молодежь, кто заводит офферы. То есть, в одном месте скопировали, в другом месте быстро-быстро скопировали, треселлили, и все. И всем пофигу. Там, может быть, написано там MO Flow, MT Flow, какой-нибудь. На самом деле, он ванклик, или наоборот. По поводу MO, MT Flow и так далее. Что это такое? MO Это когда человек вводит свой номер на лэнде. и получает смс. Заходит человек, он говорит, видите, ваш номер телефона, он вводит, получает смс. На эту смс он отвечает, и происходит конверсия. Вообще, сама по себе смс-подписка и значит о том, что человек отправляет на какой-то определенный короткий номер смс какую-то команду. То есть, уанклик это дело имитирует. MO Flow это есть классическая как раз таки смс-подписка. Человек получает, указывает свой номер телефона, ему приходит смс, говорит, либо отправьте сюда, информация будет на сайте, либо приходит смс-подписка, на который должен ответить. Он отвечает, все, прошла конверсия. Очень часто MO Flow существует с таким понятием, как MSI CDN. Это значит автоматическое определение номера пользователя. То есть, человек заходит на сайт, его номер также определяется как при one-клике и он получает смс на телефон. То есть, он нажимает кнопку, получает смс на телефон, должен на нее ответить. Происходит конверсия. Еще есть MO Flow, то есть, клик-то смс. Часто можно видеть, что клик-то смс это тоже вариант CMO. Что это значит? Это человек кликает на баннер либо на какую-то ссылочку или еще куда-то, и у него на телефоне происходит, дается команда, сразу запускается мессенджер смс-ок какой-нибудь, ну, либо встроены сообщения, либо хэнгаус, либо что еще, то есть, по умолчанию, который настроен, в нем сразу заполняется текст сообщения и заполняется номер, кому отправить сообщение. То есть, человек нужно только нажать отправить смс и все, то есть, ну, это просто ссылочка такая уже сформирована. Нажимает отправить и происходит конверсия. Понятно, то есть, понимая, как, что здесь работает, вы можете видеть, как это правильно конвертировать. Понятно, что ванклик конвертируется лучше, чем MO, но на MO больше офферов, больше стран, которые работают, более 100 стран, которые вообще работают с подписками, из них всего, по-моему, 35 или 40 стран, которые работают с one-two-кликом, то есть, с одним касанием подписками. Вот, видите, какая разница. То есть, новые страны заходят. Дальше, тот же самый, к примеру, WhatsApp, он заточенный, обои для WhatsApp, он заточен под MO, Flow. Почему? Потому что, человек знает уже, что если он устанавливает себе WhatsApp, там попросят ввести номер телефона для авторизации, и он получит смс-очку. Вот, такие вот вещи как раз происходят. То есть, точнее, WhatsApp на МТ, на МТ крутится. Сейчас объясню, почему такое МТ, чем отличается от Emole. в МТ-Флоу, то есть, человек вводит номер телефона на лэнде, получает смс, пин-код, пин-код должен подтвердить на сайте. Вот, как раз таки, WhatsApp работает в основном по МТ-Флоу. То есть, получается, что, ну, не WhatsApp, а-ля, WhatsApp, кто не знает, есть большое количество пинсаминных офферов, которые предлагают людям доступ к разным обоям для WhatsApp контенту. Это все подается, как будто бы, ну, раньше подавалось очень сильно, как будто это обновление WhatsApp, у меня и WhatsApp, там, пообщайся со мной и так далее. То есть, человек кликает на лэн, попадает, там внешний вид все в херенном стиле WhatsApp, он нажимает, ему говорит, видите, ваш номер телефона, он вводит, могут проверочные смс, сейчас получат проверочные смс на телефон, могут, видите, код на сайте, вводит, а снизу написано, он вводит и получает конверсию. То же самое MT-Flow есть с MA-ICDN, автоматическое распознавание номера телефона. Вообще, эта фраза MA-ICDN обозначает автоматическое распознавание номера телефона. То есть, человек заходит на сайт, нажимает кнопку, получает сразу пин-код в смс, на сайте появляется окошечек, видите, сюда пин-код получен, он вводит и подтверждает. То есть, поняли разницу, в МО человек должен отправить смс с этим кодом. В MT он должен ввести код на сайте. Грубо говоря. Вот основное отличие. Какие еще бывают Flow? Flow бывает инсталлы, CPI, причем CPI не только значит, что это будет Google Play, не только значит, что это будет Apple Store. CPI может быть и APK. APK обычно называется DDL. Когда мы крутим APK, это называется DDL. Direct Download, то есть, прямое скачивание. Что такое APK? APK это вообще любое приложение в Apple, в Google. Только для Apple мы не можем его самостоятельно поставить. В Apple мы можем ставить все только через стороны, ну, либо нужно ставить, делать жил телефону, кто знает, тот знает, кто не знает, и не морочи голову. А вот Android мы можем установить приложение, минуя официальный магазин Google Play, установить с альтернативного магазина, с обожжением, например, с Мобомаркета, либо самостоятельно, сейчас, одну секунду, самостоятельно можем с вами, найду его приложение, где же оно, можем с вами самостоятельно разработать приложение и дать ссылочку друзьям, они будут его ставить. Я в свое время ради интереса сделал приложение, в котором было, если устанавливаешь на телефон, начинаешь читать мой мобильный паблик во ВКонтакте. То есть я свой мобильный паблик во ВКонтакте завернул в приложение, в ПК-шку, он спокойно ставится на Android, и когда в него ходишь, то есть там мой мобильный паблик, в контакте. Который может читать, куда новости, все это идет, все замечательно, то есть мне там заняло это минуту, есть времени от силы, то есть оно работает. То есть, если я устанавливаю такое приложение, вы тоже получаете CPI. Вы можете сами делать любые приложения с разной монетизацией, раскручивать их по-разному мимо Google Play, и оно будет устанавливаться. Это тоже будет CPI. То есть, таких офферов очень много, они есть, безвредные хорошие, есть серые темы, понимаете, если какое-то приложение можно поставить, минуя сроки центров Google, соответственно, можно в это приложение появляется соблазн, запихнуть, что-нибудь такое нехорошее. И есть люди, которые запихивают, запихивают бот-нет, делая ваш телефон помощником, чьим-нибудь ваш телефон начинает кликать по баннерам, ваш телефон начинает делать подписки, начинает звонить, начинает додосить кого-нибудь. То есть, такое вполне возможно. То есть, ваш телефон получает программу непроверенную никак. Но если у вас есть антивирус на телефоне, то есть, если нет антивируса, то значит, печально может быть. Но тем не менее, рынок АПК, рынок дирекдаунлоудов очень большой, растущий постоянно. То есть, и на нем можно неплохо конвертировать. В чем тех же самых АПК-шах можно одновременно от чека пытаться несколько штук поставить. То есть, когда он заходит на какой-то ленд, он может получить несколько всплывающих окон с разными АПК-шками, с разными инструкциями. А, как сработает АПК-шка? Она скачивается на телефон, скачивается как файл и потом либо человек предлагает сразу на нее нажать, чтобы она запустилась, либо он должен найти в загрузках и нажать. То есть, причем, последние версии Андроида, они очень жестко к этому относятся. Они делают кучу предупреждений, ограничений, то есть, нужно зайти в настройки и сказать, я доверяю разработчикам, сторонним разработчикам приложений, я доверяю сторонним маркетам, разрешаю устанавливать приложения и так далее. В старых версиях Андроида это было все замечательно, практически на автомате все ставилось. Поэтому АПК-шки как раз стоит на определенной версии крутить телефонов. Так, какие еще у нас есть флоу, что используется очень сильно, очень много. Это используется у нас сои. такая фраза, когда кто-то, 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 кто-то сталкивается, пугается. На самом деле, это всего-навсего одиночная подписка. То есть, пользователь задолоняет какую-то реформу на сайте. Ну, самое простое, вводит свой e-mail на Freeland, нажимая ok и происходит конверсия. То есть, без всякого подтверждения. А doi это e-mail с подтверждением. То есть, человек вводит свой e-mail, нажимая кнопочку, к нему на e-mail падает подтверждающий код, на который он должен нажать подтверждающая ссылка. Все. То есть, сои и doi. Такие e-mail подписки, они очень сильно развиты. Они развиты сейчас в дейтинге. Они развиты сейчас в ваучерах. То есть, в этих вещах они развиты прям достаточно много. То есть, регулярно вы видите. Сои, естественно, проще понимать, что человек просто ввел мыло либо какие-то свои данные, хотя иногда под сои просят и ввести данные кредитки. То есть, человеком это тоже является сои, то есть, тоже без подтверждения либо doi. Это все равно именно sign-up. То есть, sign-up, подписка, регистрация человека. И там есть подводные камни. Да, в принципе, никаких офферы вкусные, с ними можно работать. Опять же, нужно вертикаль изучать, тестировать и работать с ними. Так, установка мобильных приложений. Тихо, еще в стороне, суть важна. Какие здесь фишки? Ну, по играм. Вы должны понимать, какая целевая аудитория данной игры, мальчики, девочки и возрастное пожелание. То есть, разделять их четко. Если вы должны источники трафика подбирать, либо дешевые, где трафика много, и у вас будет низкий конверсионный рейд, вам будет на дело все равно, либо подбирать трафик дорогой, но точно таргетированный и выживать с него, выжимать с него максимум. Приложение для смартфонов крутится на уровне пинса битов, крутится на страны, крутится на страны третьего мира, в том числе, очень активно, там, где много-много-много людей, сотни миллионов, сотни миллионов трубок в день проходят, где можно человеку что-нибудь рассказать не совсем правдивое. Тут уже каждый решает, насколько это неправдивое. Если посмотреть телевизор, мы увидим много разной рекламы, совершенно непонятной, которую мы воспринимаем как нечто совершенно разумеющееся и допустимо. Например, там реклама автомобиля, который там куда-нибудь летает, прыгает, снизу подпись, там, это там компьютерный монтаж, сделанный постоянным каскадером, не повторять. Тем не менее, мы видим эту рекламу, воспринимаем, не считаем, что это какой-то обман, мы считаем, что это художественный вымысел. То есть, в мобильном маркетинге тоже какие-то вещи, может, как художественный вымысел, границу каждый определяет сам для себя. Я этическую сторону не трогаю, я рассказываю только технические вещи. Так что, кто как, что делает, уже лично делает человека. Хорошо это или плохо. Поэтому приложение для смартфонов в большей степени крутят зачастую, вводя слегка в заблуждение. Так называемый мисс лид, мисс лидинг, введение в заблуждение, которое никто из рекламодателей не любит, но периодически закрывает глаза. Если они на этой деле зарабатывают и не рискуют, они закрывают глаза. Если они рискуют и не зарабатывают, то они жестко наказывают. Приложения, сервисы, знакомства, банки, путешествия. Здесь вы должны четко находить вашу целевую аудиторию. Те же самые такси по большим городам, будьте любезны, будьте любезны ориентироваться на людей, которые без машины, какие-то праздничные дни и так далее, когда человек думает, как же, блин, заказать машину. То есть, я знаю, что у нас ребята, допустим, крутили приложения на всякие авиасейлсы и прочее, а делали таргет на определенный город, делали под него рекламу, не писали там, билет в Екатеринбург, Москва, стоимость такая-то. Все. И таргетировали на Екатеринбург. Подстраивали рекламу по какие-то там крупные события, аппарат обеда в Москве и крутили бы это дело. То есть, билет по конкретным городам разбивали. То есть, кто-то поступал проще, занимался легким меслидом, на который авиасейлс, например, закрывал долгое время глаза. Что делали? Делали две картинки, многие видели. Билет на поезд стоит 2 тысячи, билет на самолет стоит тысячу. Все понимают, что это полный фейк, но тем не менее, оно работало. Вот. То есть, по установке мобильных приложений здесь какого-то суперкосмоса нет. То есть, вам главное найти необходимый точный трафик и оттаргетирует вашу целевую аудиторию. Потом вы должны взять 5, 10, 15, 20 креативов разных, протестировать, глядя, какой из них дает вам доход. Спасибо на кнопку. Ну, мобильные ленды различные стоп-оферов. Здесь уже, знаете, ничего не расскажу. Не работал я сильно с товаркой. Я работал с кредитами все время, но они практически уже ушли, поэтому как-то там туда каких-то фишек по ним нету. Знакомство только. Вот по знакомству, да, есть интересные варианты, когда так называемый квиз используется. То есть, вопрос. Чеку показать с Апирленд, где спрашивается, какие-то заются очевидные вопросы. То есть, где картинки показываются, вам нравятся брюнетки или рыжие? То есть, red and black и картинка вы девочек, он нажимает, показывается, вам нравятся там толстые, ну, полненькие, худенькие, выбирает. вам нравится высокий, низкий, выбирает. Он говорит, окей, в каком городе вы находитесь? Или автоматически пока что, вы находитесь в каком-то городе. Правильно, правильно, окей. Вы мужчины, сколько лет, окей, нажал. Система дальше запускает, говорит, так, сканируем, ищем. Мы нашли рядом с вами 15 каких-то женщин. Чтобы получить их анкеты, введите, пожалуйста, ваши данные реальные, для того, чтобы мы убедились, что вы настоящий человек. И происходит с ОИ или дои регистрация SignUp. Вот. Это вот квиз. На квизах достаточно много построено вариантов прилендов, которые что-то либо спрашивают человека, потому что как только человек начинает с нами, с нами, с вами, со всеми, то есть взаимодействовать, он так или иначе готов к диалогу и он готов сконвертироваться. Я на сегодня что хотел вам рассказать. Вы можете подготовить сейчас ваши вопросы. Я пока переключусь на вопросы, которые присланы были. и на них отвечу. Так и сделаем. Так. Что же у нас уца было? Какие были вопросы? связь есть? Меня слышно? Все окей? Когда так тихо, подозрительно? Виталий Моби, все замечательно. Хорошо. Так, вопросы. Вопрос к третьему занятию, кажется, у нас весьма потерялась, я его нашел, давайте все-таки я из него прочитаю. Есть ли спецчаты форума, где арбитражники делятся своим опытом? Да, есть два крупных форума, очень хороших. Один из них это форум Барсага. Барсага, вообще у него шикарный решение. Блок, имеет смысл читать, человек с большим опытом, то есть, грамотный парень, Владимир Барсаг, то есть, вот, у него есть форум, кампус, куда можно попасть до последнего потока была скидка для моих учеников, но что-то сейчас Вова прикрыл пока регистрацию на кампусе. Нужно уточнить по поводу вас, что там по поводу скидки, я у него уточню буквально, не знаю, может быть, на выходных, если я его отловлю в онлайне, уточню. И есть второй ресурс человека, который технически грамотный, мне, наверное, может быть, меньше нравится этот человек, это Олег Прохоров, моя тезка, человек, который пришел из Дорвеев, то есть, грамотно, технически подкованный, то есть, делает очень интересные вещи, вот его блог, на котором обычно информацию делю на два, и у него хороший форум, где много ребят сидит, то есть, интересных, тут есть ребята с FCC, то есть, так или иначе, аудитория разделилась, ну, и многие сидят на двух этих форумах. Форумы все платные, естественно, то есть, бесплатной информации не будет, хотя бы в том плане, что должен быть какой-то порог отсечения. люди без денег, либо люди, кто не готов потратить лишние 200, 300, 400, 500 долларов на доступ к хорошей информации, не должны туда попадать, ну, просто потому что, даже попадут не туда, информацию видят, но не смогут ее использовать, потому что денег нет. да, это может быть жестко, жестоко, но это правильно. То есть, вот эти вот ресурсы, под дефо тоже, почему там со скидочкой, что были варианты. Так, следующий вопрос, где на нас, тан-тан-тан-тан, так это мы все ответили. Здесь, сейчас дальше пойдем. Какие форматы объявлений самые популярные? Самый популярный формат объявлений сейчас 320 на 50, и к нему приближается 300 на 250. Биржи, где можно недорого заказать приленды. Я давал ссылочку на Workzilla, там можно искать людей, пытаться им что-то объяснить, что вам делали вам приленды, но обычно делают приленды большие. То есть, поэтому я дам вам приленд, скажем, который всеми заюзан, вы разберете, соберете, посмотрите, поизучаете, и будете делать на его базе свои какие-то уникальные, интересные, плюс вы всегда сможете теперь уже фрилансеру объяснить, что вы хотите, скажете. Вот, дружище, нужно сделать вот в таком духе маленький, легкий, быстрый, будь любезен, сотвори мне, пожалуйста. То есть, мне самое оптимальное понравилось из российских бирж, это Workzilla, к примеру. Следующие вопросы. Какой формат объявлений наиболее эффективен? Наиболее эффективен формат объявлений динамический баннер, то есть, гифка. Про материал лучше создавать самому или использовать то, что дает оффер. Для быстрого запуска и прохождения, модерации и собирания первого объема трафика, когда только оффер появился, берем быстро баннеры, снять своих заначки под текущей вертикали, берем баннеры рекламодателя. Потом рисуем свои. Свои всегда лучше. Но бывает так, что рекламодатель говорит, только мои баннеры, либо только согласованные. Тут начинается, конечно, головная боль. У нас бывали случаи, что говорят, только наши баннеры, вот такие вот, три штуки страшные, ужасные, ничего не знаем, мы хотим только их, они нам нравятся, мы крутые. Их там рисовала подруга нашего директора, за кадром было сказано. Поэтому ничего другого быть не должно, и вы должны показать хорошие результаты. Такое бывало, делали, ничего страшного, бывает. Лучше, конечно, те, которые сделаете вы, которые вами отработаны. То есть, ваши креативы, это ваш актив. На какой CMS делать ленды? Сейчас дам ссылку на CMS. Самую правильную CMS для лендов. Называется она вот так. Notepad++. Самая простая, правильная, есть более лучшие версии, более профессиональные, но это самая хорошая CMS, называется «Проширенный блокнот». Никаких CMS, ничего, никаких движков, все только должно быть максимально легкое, быстрое. Блин, хорошо, что у вас с юмором. Замечательно. Хотя я насчет коктейля не шутил сегодня. Окей. Дальше. Следующий вопрос у нас. «Такие форматы рекламных приложений стоит тестировать в МТ, кроме 1800-19607? Тестировать стоит все, работать с этим вариантом, с полным экраном. Анимация или статика в мобильных рекламных сетях?» Итак, оба варианта нужно пробовать. Статика, анимация, они действуют на людей по-разному. Анимация позволяет донести больше информации, но она может измениться, и последний кадр может быть не всегда самым удачным, он будет фиксироваться на чем-то. Статика иногда может быть лучше, статика весит меньше, не во всей сетке анимацию пускают. Если есть возможность сделать статику анимацию, делайте и то, и другое. То есть, тестировать. Можно ли работать через приленд с МТ? С МТ через приленд можно работать. Я даже сбрасывал форму гарантийного письма, которое можно использовать для того, чтобы запровить ваш домен с вашим каким-то одним прилендом для работы с MyTarget. Делать приленды для приложений там практически невозможно. Там уже вот каждая согласовывать, каждая делать, поэтому забудьте, и смысла нет, поскольку там само рекламное объявление, оно большое, широкоформатное, с текстом, оно является уже аналогом прилендом. Какие размеры баннеров имеют лучший CTR? Чем больше размер, тем лучше CTR. В каких случаях выгодно работать с нативной рекламой? Какие есть нюансы в работе с нативными баннерами? Трафика под них меньше гораздо. CTR выше, трафика меньше. И такие нативные баннеры должны быть достаточно легкими. В каких случаях выгодно работать с видеорекламой? Какие есть особенности? Опять же, должен быть трафик у человека скоростной. Человек должен иметь возможность посмотреть видеоролик, который длиннее, чем гифка. Человек должен иметь возможность послушать звук видеоролика. Вот этот нюанс самый сложный. Какие самые эффективные каналы для дистрибьюции видеорекламы? Не знаю. У кого какие есть вопросы? Задавайте. Да, при СОИ и ДОИ, то есть, ну, нет, смотри, СОИ и ДОИ может быть, что человек может быть ввести кредитную карту, подтвердить ее. Тоже может быть ДОИ, к примеру, считаться. Но обычно там прописано, что человек должен подтвердить кредитную карту. Обычно СОИ и ДОИ ничего не списывается. Человек просто регается и все. То есть, это классическое. Ага, точно, Виталий задал вопрос, я его пропустил. Давайте сейчас отвечу те вопросы, которые на вас пролетали. Отчего зависит определение номера от партнерки или от оператора? Определение номера зависит только от оператора. Все ленды, на которых конвертируется человек в пинт-садмиты, они являются согласованными и одобренными операторами. И там есть блок механизма оператора, который списывает деньги, то есть он взаимодействует с системой биллинга. То есть биллинговые операторы, они взаимодействуют с сотовыми операторами напрямую и зачастую они являются рекламодателями. То есть это делает только оператор. Ни партнерка, ни то, ни чего. Это делает оператор. Rulingkending.com хороший способ найти людей. Людей, да, сотрудников не очень. Так, дальше вопросы. Если есть пинт-садмит, значит есть автопределение номера, верно? Нет, неверно. пинт-садмит это, ну, общее название того, что описка, сводом пина, сводом кода. Пинт-садмит это код в данном случае. Код, ну, представьте, вы пользуетесь кредитной карты. Вставляете ее в банкомат, вы видите пин-номер, то есть пин-код. Вы его вводите и срабатывает. При работе с мобилем телефоном, для того, чтобы с него списали деньги, вы должны ввести пин-код. Пин-код вы отправляете либо по смс-ке, либо в один клик. Пин-код срабатывает, то есть, такая технология хитрая сделана. Да, если вон-клик, то пин-код передается автоматически, минуя вас. То есть, вы обычно нажимаете кнопку, вы соглашаетесь с теми правилами, что нажимая эту кнопку, я подтверждаю списание, сменяю денег и получение автоматической подписки, потом списывание денег с учетом мобильного телефона через смс. Но сработало не без смс, а срабатывает напрямую взаимодействие с мобильным телефоном. Такая хитрая система, она как бы эмулирует отправку пин-кода по смс. Вот. То есть, автоопределение номера не значит автоматическая работа в один клик. Автоопределение номера может быть работать с анклик нажатием. Дальше. Автоматическое определение номера может быть с МО, СМТ. Вопрос из зала. Есть ли список операторов поддерживающих подписки в один клик мировых? Сейчас, секунду, глянем, есть или нету. Да, мы все время делали такой список собрал там команду и вздух еще ребят. Втроем мы делали. Мы тогда прокрутили по-моему за небольшое количество времени тысяч 10 и мы собрали список всех операторов, которые работают с анкликами. Пошли по всем странам, оттестировали, кто лучше, кто хуже, то есть тогда, когда мы это делали, 10 тысяч нам казалось, конечно, хорошая такая оборотка, но мы хотя бы там даже в небольшой плюс ее сумели прокрутить. Были, конечно, минусы страшные временами, но потом более-менее вытянули в плюс, вышли, то есть оставили список, есть табличка на кампусе на кампусе даже запродавал доступ таких рублей. При работе в арбитраже забудьте слово рубли, пожалуйста, с мобайлом. Доллары все, только доллары, то есть все остальное производство. основная стоимость это доллары. Да, мы погнали, на тестирование потратили 10 тысяч. Ну, в итоге мы все-таки отбили. Было очень интересно. И потом эта база на кампусе какое-то время доступ к этой базе, доступ к этой базе на условии, что люди будут пополнять, дополнять, продаваться за 100 долларов. То есть, набор это негативная небольшая, но основной условий было, что люди будут пополнять свои данные. В том плане, что самое интересное, я вам еще не рассказал про карьеры и ASP. Все знают, что есть мобильный оператор. Правильно, давайте, допустим, сами возьмем Россию. Проще всего отталкиваться всем понятно. В России у нас есть с вами большая тройка операторов. Это МТС, Мегафон, Билайн. Есть еще через два, есть более мелкие операторы. Так вот, в мире точно тоже обычно по странам есть операторы целая кучка. В каждой стороне от двух до пяти операторов. но если мы залезем в трекер и попробуем посмотреть, какой же у нас оператор был, мы увидим не оператора, мы увидим такое-то обозначение, которое называется ASP, так называемый интернет сервис провайдер. Интернет сервис провайдер это собиательное название всех тех фирм, которые предоставляют доступ в интернет. Это кабельные системы, это спутниковые, это Wi-Fi какие-то сети, это CDMA трубки, это трубки GSM и так далее, это 2G, 3G, 4G операторы. И каждый крупный оператор может состоять из множества различных ASP. Как допустим, что значит из множества ASP? Ну, простой пример. Возьмем МТС. В свое время на юге России существовало несколько операторов мобильной связи, первенцев. В Рософской области был Дон Телеком, в Красноярском Крале был Кубань GSM. Потом появился МТС, который стал потихоньку приходить в регионы, он пришел в Рософскую область, купил Дон Телекома. Он пришел на Кубань, купил себе Кубань GSM. Они вошли в него. Каждый вошел в него со своим IP адресацией. Я думаю, вы все по ссылке интернетщики понимаете, что каждое устройство, которое находится в интернете, оно имеет IP адрес. Так вот, у каждого интернет-сервис-провайдера есть свой диапазон IP адресов. И может оказаться так, не может оказаться так и есть, допустим, оператор МТС имеет внутри себя несколько ISP, каждый из них со своими IP адресами. Как эти ISP называются? Кто-то из них может называться там МТС, кто-то может называться мобильная телесистема, кто-то может называться там Joint Stock Company МТС и так далее. То же самое происходит с Мегафоном, то же самое с Теледван. То же самое происходило и на Западе, куда приходили российские компании, элементарная компания Wimple.com, которая в России называется Beeline, это Wimple.com, она есть в разных странах мира, она есть в Азии, она есть в Индии, в Европе, то есть она покупает других операторов, то есть по-крупному оператор будет называться Wimple.com, а на дереве может называться как-нибудь Mobile Phone, как-нибудь ISP или еще как-нибудь. То же самое происходило и в Латинской Америке, допустим, там есть крупнейший оператор, который называется Clara, так называем, пишется по-другому, конечно, он называется Claro. Он как раз-таки работает очень сильно в Appin с Admit, очень много работает в One Click, он поглотил много местных мелких операторов и, соответственно, в разных странах он трекерами таргетируется по-разному. То есть написано, что Claro и все, а в него может входить куча-куча операторов, причем не все из них будут конвертироваться в PIN с Admit. Вот в чем самая главная фишка. Вот на что мы все время тратили деньги и время. Мы тестировали, какая же часть Клары в Аргентине является PIN с Admit. Какая же часть Клары в Парагуа является PIN с Admit. Мы брали трафик, закупали в сетях трафик на Клару и прогоняли. И состояли список, смотрели, какая именно ISP является рабочим либо как это ISP называется в этой стране. То есть оператор и ISP не значит одно и то же. Сейчас я покажу вам пример даже. Одну минутку. Смотрите, какую интересную вещь сами зацепили. Пока у меня открывается файл, я отвечу на вопрос Андрея. На какой из вертикали специализируется PromoReach? На инсталлах, на обычных CPI-схеме, то есть инсталлы из Google Play и Apple Store. У нас он клик. Так. вообще похож на примере Аргентинова. Даже сделаем маленький скрин. Из фактически самого файла, про который я вам рассказывал. Открывайте, пожалуйста, все. Я буду рассказывать, что там и к чему. поставьте плюсик, кто уже открыл. Чтобы вам было больше понимания. Спасибо. все, в остальных не открывается или все заснули. Окей. Поехали. Вот видите, там есть столбец Carrier All, самый последний. Это указано, какие в стране есть операторы. Перед последний столбец Carrier Flow. Это конвертные операторы. Там указано Telecom Personal, Movistar, Claro, к примеру. Дальше. А вот столбец, который one click, two click, он описывает уже, какие операторы... А, кстати, в последнем столбце видно, что, допустим, Клара Аргентина, она является AMX Аргентина SA. А то же самое Movistar является Telefonica Movilas Аргентина SA. И оно, какие-то из них работают. И вот видите, допустим, указано, кто из них конвертируется. В one click, two click конвертируется хорошо персонал. Хуже шла Telecom Аргентина SA. Telecom Аргентина SA Дальше хуже шел Клара, Cablevision, телефон Аргентина. Как понять, какой ISP входит в какого карьера? Есть в Википедии. Идем в Википедию, забиваем название конкретного ISP провайдера, смотрим, кто его купил, кто его поглотил. Или наоборот, забиваем название оператора, конкретную страну и начинаем изучать. Точной информации сопоставления нет. не находилось. Есть какие-то разные данные разрозненные, которые так или иначе собирались в большую таблицу, она уже немножечко устарела, там данные еще добавили, еще добавили страны. Что там из примеров таких еще? Может быть по России? Сейчас даже покажу, чтобы было понятно. Можно конвертироваться по России в OneClick по МТС, например. Видите, МТС, ОДЖСЦ, МТС, Телесистем, OpenJointStock, Компани Мобили, Телесистем, ОДЖСЦ. Вот такие вот названия. Это все является МТС, это все разные ISP, и они, каждый из них конвертится чуть-чуть по-разному, могут конвертиться. Это обусловлено техническими какими-то вещами, или элементарно то же самое в Мегафон, в опиатрах в Мегафон может входить Net by Net, его коммерческая часть, которая занимается проводным интернетом. То есть, если точно знать, кто из ISP в конкретном операторе конвертируется, то можно таргетироваться именно на него, либо на его IP-диапазон, покупать именно нужный трафик и получать более высокий CR. либо не получать, потому что чем хуже вы делаете таргетирование, тем хуже биржи трафика вам его отдают, чем выше конкуренция, тем менее интересны вы тому, кто трафик подает. Ну что ж, я предлагаю на этом завершать. Если какой-то есть вопрос с горящим, можете задать здесь, если не горящий, задавайте в чат и отвечу. Примерно сколько стоит создание приленда не знаю, простенького 100 тысяч рублей. То есть создать несколько разных рублей за 500, а лучше напарсить, находить и существенно переработать под себя. Айт Виталий уже опытно говорит скраббук плюс сейчас я и слова то скраббук не знаю. Скраббук позволяет сдергивать чужие фейленды. Дальше вопросы есть еще какие-то у нас интересные. вопросов больше нет. Ну что ж, спасибо, что сегодня были. Спасибо, что вы терпели два часа. Дуард, редиректный трафик был на прошлом занятии. Смотрел? Запись нет. Пересмотри, пожалуйста, если не найдешь ответа, потом задашь, я тебе повторю в броневом. Там четко рассказал про редиректный трафик. не было в картинках, он был голосом. Я желаю всем хороших выходных, хорошо отдохнуть, я скину вам информацию завтра, я скину вам интересную ссылочку на трекер, на нормальный трекер, не нуленный. Кстати, если где-то ставили ранее, я давал и прочие люди давали трекер Амабитракс, нуленный, отвязанный. Практически все они имели Багдур, практически во всех из них злоумышленниками. Собиралась база доступов, потом эту базу кто-то нашел, спарс, она попала в рунет, пошла по рукам. И там лежала ссылка на трекер, логин и пароль. Я ходил по тюжим трекерам, мало того, что ходил, смотрел компании, потом еще самые такие ушлые, ломанулись менять ссылки. Была прям какая-то эпидемия, люди жалосты, блин, у меня ссылки поменяли в трекер, кто-то зашел, поменял. Такое было. Да. Поэтому взломанным трекером пользоваться не надо. И один из ребят с CPA-кампаса, он что сделал? Он взял файл, который там основной, именно был взломан, зашифрован, обратно, в нем был бэдур. Он его расшифровал, переписал и в открытом коде выложил. Этот код несколько человек изучили, посмотрели, я добре искал, все окей. И в итоге, как сейчас трекер получается, можно использовать взломанный. Берется оригинальный трекер сайта бэдракса и к нему заменяется всего один файлик. Файлик логин php, в котором в открытом коде вы можете взять, зайти в него посмотреть, изучить и решить, ставить или нет. То есть вот такой вот вариант пока единственный, рабочий и более-менее безопасный, если, конечно, сами ребята с амбитракса какой-нибудь там бэдурь не встроили туда-вовнутрь. Все может быть в этом мире, ничего не исключаю, но хочется думать о хорошем. Поэтому те, кто в теме, рекомендую вам делать доступ к вашим трекерам по IP, кто не в теме, когда установите, я расскажу еще раз об этом напомним. Всем спасибо, всем приятных выходных, хорошо отдохнуть, хорошо погулять, искупаться. Всем пока-пока.